Всем добрый вечер! Сегодня у нас особенный гость на нашем бьюти-марафоне, специалист, профессионал в бьюти-сфере Елена Селина, бриллиантовый мастер из Воронежа, а также титулованная красавица. В 2021 году она стала Mrs. Россия International. Я думаю, что Елена еще расскажет про себя немножко. Елена, тебе слово. Друзья, всем здравствуйте! Повторяюсь, да? Миг, все? Ты будешь отключаться или, я говорю так, в окошке? Отключаюсь, ага, ты в окошке. Хорошо. Я отключилась. Да, все. Друзья, все, да, я начинаю, Миг? Да, да, тебя видно, слышно хорошо. Друзья, еще раз всем здравствуйте! Меня зовут Елена Селина, я преподаватель и практикующий эксперт в области бьюти-сферы. Также, да, я являюсь бриллиантовым мастером в компании Atomia. Мною открыт образовательный центр Atomia в своем городе, в городе Воронеж. И, да, как Миг сказала, действительно, я принимала участие во всероссийском конкурсе и получила титул Мисс Россия Интернешнл Центрального федерального округа. Сегодня мы с вами поближе еще раз познакомимся с продукцией от компании Atomia и сделаем с вами новогодний макияж. Так, сейчас, секундочку. Лен, ну это надолго, ты можешь пройти вот там взять. Да, сейчас забираешь прощение. Друзья, основа любого макияжа – это подготовленная кожа, да, подготовленное лицо. Это как… Макияж – это творчество, да. Макияж – творчество, и когда мы делаем макияж, мы как художники. А как мы знаем, что любой художник, прежде чем начать, да, рисовать свою картину, он очень достаточно долго и трудоемко подготавливает холст, да, и, соответственно, основа и залог качественного, красивого, долго носящегося макияжа – это основа, да, это наша кожа. И чем качественнее, чем лучше она подготовлена, тем, соответственно, более стойко и красиво смотрится наш макияж. Так, ну я начну… Знаете, как я думаю, что я не буду умываться в прямом эфире, да, чтобы нам не терять время. Как бы макияж я вам предлагаю сделать вместе со мной, если у вас есть под рукой какие-то средства декоративной косметики, да, кисти, то я вам предлагаю присоединяться, чтобы вы, ну, прочувствовали, да, как бы вот этот момент вместе со мной и могли подсмотреть какие-то моменты, может быть, где-то вы допускаете какие-то ошибки. В общем, все основы, базовые вещи я вам расскажу и покажу. Начать я хотела бы с подготовки, да, кожи. Смотрите, у меня, в принципе, лицо просто умытое, да, увлажненное, то есть очищенное, увлажненное. Я вам расскажу о линейке, которой пользуюсь я, да, то есть это стандартный, классический, базовый уход, который я использую регулярно, постоянно, ежедневно. Соответственно, моя кожа, в принципе, практически всегда готова к хорошему стойкому макияжу. Использую я вот такую вот линейку от компании Atomi. Сюда входят четыре средства. Два средства – это Deep Cleanser и Foam Cleanser. Это умывание, очищение, да, это очищение на каждый день, то есть утро-вечер я умываюсь вот этими двумя средствами, да. И также входят сюда два дополнительных этапа. Эти этапы я использую один-два раза в неделю, но, честно говоря, как бы рекомендуется, да, один-два раза в неделю дополнительные этапы – это пилинг и маска-пленка использовать, но я использую по потребности. То есть я смотрю, нравится ли мне мое лицо по оттенку, да, нравится ли мне мое лицо на ощупь, и, соответственно, когда я чувствую, что что-то не так, я делаю, значит, дополнительные этапы. Я немножечко поподробнее расскажу. Я вот сейчас еще скажите мне, пожалуйста, отсвечивает? Я просто почему-то на весь экран не открываюсь у себя, и я думаю, видно вам меня на весь экран или нет? Ответите мне, пожалуйста, кто-нибудь в чат, друзья, напишите. Хорошо видно меня, потому что, мне кажется, вот у меня как-то бликует, прямо отсвечивает. Видно хорошо, отлично, а то я волнуюсь. Я вообще, да, действительно волнуюсь. Подробнее об этих средствах, если кто не пробовал, да, кто не пользуется, искренне вам рекомендую прям побаловать себя и взять себе в домашнее использование вот такой вот классный уход, потому что вы действительно получите прям вот качественное такое классное очищение, как будто вы вышли от косметолога. Причем если к косметологам мы ходим раз-два в месяц, да, и можем получить этот эффект, то здесь компания Atomia предлагает просто вот утро и вечер каждый раз из своей ванной комнаты выходить как от косметолога. И косметика действительно работает, она действительно классная. Вот, и, ну, я это вижу по себе. Вот, поэтому сто процентов гарантирую, что вы получите классный эффект, классный результат. Четыре этапа, значит, подробнее о каждом, кто не знает, да. Первый этап. В корейской системе очищения обязательно присутствует гидрофильное масло, то есть гидрофильные масла у нас более глубоко проникают в кожу, да, как бы проникают в глубину пор, соответственно, вытягивают все загрязнения, жировые отложения на себя за счет вот этого вот притяжения, то есть текстура масла очень хорошо вытягивает на себя все жировые загрязнения. У кого есть проблемы расширенных пор, то есть эта проблема решается благодаря тому, что просто идет хорошее качественное очищение из глубины, из-за счет того, что пора чистая, она просто имеет физическую возможность, да, как бы сузится. Вот, так что вот эту проблему решают как раз гидрофильные масла. Здесь в этой системе не чистое гидрофильное масло входит, а крем на основе гидрофильного масла, поэтому его рекомендуется досмывать вторым этапом, потому что так как это не чистое гидрофильное масло, то есть чистое гидрофильное масло, оно при контакте с водой полностью разбивается и преобразуется в такую легкую эмульсию, то есть никакой жирности, да, как от масла не оставляет. Но здесь за счет того, что идет на основе крема, то есть базовый продукт все-таки крем, легкая такая, ну, жирность остается, да, и если вам хочется доскрипа, то, соответственно, в этой системе рекомендуется вот эти два средства использовать комбо. Вот, второй этап, это, соответственно, просто пенка, да, как в нашем понимании, пенка обычная для умывания. То есть чуть горошинку берете, она очень экономична в расходовании, взбиваете в ручках и умываетесь. Вот это такое, как бы, очищение утро-вечер. Ну, и два дополнительных этапа, соответственно, как я уже сказала, либо по потребности, либо стабильно, да, там один-два раза в неделю, то есть какой-то день, какие-то дни выбираете, и в эти дни делаете дополнительные этапы, потому что обязательно нам нужно размягчать, счищать вот этот вот роговевший слой. То есть у нас каждый день отмирают клеточки, да, и если мы не помогаем им уходить, да, потому что с возрастом все у нас обменные процессы замедляются, и нужно помогать своей коже очищаться, чтобы выглядеть моложе, сияюще, свежее и так далее. То есть для этого используются средства, которые помогают, помогают размягчить вот этот вот наш роговевший слой эпидермиса и убрать все вот эти вот лишние клеточки, потому что если мы их не убираем, как я уже сказала, клетки отмирают, отмирают, никуда не деваются, и, соответственно, они прессуются вот так вот пластами, складываются, складываются, и когда мы хотим нанести какую-то сыворотку или ампулу, да, то есть низкомолекулярный продукт, который действительно имеет возможность проникнуть в глубину эпидермиса, то есть за счет своей маленькой молекулы он действительно может это сделать, но он не может пробиться туда, потому что мы не подготовили, да, не подготовили основу, не подготовили вот эту вот благодатную почву, куда, собственно говоря, проникнуть этой сыворотке или эссенции. Вот, поэтому очищение — это у нас такой прям фундамент, это базовый этап, и если его не сделать качественно и хорошо, то последующее увлажнение, да, оно, в принципе, как бы теряет смысл, потому что все это останется на поверхности, и все ляжет вот ровно на этих пластах, да, как я говорю, броня — это асфальт, который ничего не способно пробить. Вот, значит, обязательно у нас в базовом уходе должно быть хорошее очищение, да, это обязательно какие-то умывалки, да, гидрофильное масло, рекомендую очень, и обязательно дополнительные этапы. Мне здесь очень нравится пилинг, пилинг в скатку, он эмзимный, безкислотный, то есть его можно и зимой, и летом, и, в общем, у меня есть одна клиентка, которая говорит, я вообще каждый день... ...а второй слой — это все-таки тоже наша защита... ...плёнка — это мой вообще фаворит. Фаворит я, на самом деле, не сразу зависла, не сразу оценила... Так, друзья, дайте посмотрю. Зависает, а сейчас нормально? Ну, отлично. Я так и знала, что будут какие-то технические неполадки, друзья, но... Простите, отлично. Маску, плёнку не сразу дооценила, почему-то я как-то не полюбила её сразу. Не знаю, то ли информации было много в первом мастер-классе, то ли как-то нужно было время на неё потратить, нанести, посушить. В общем, нужно было на неё всё побыстрее и побыстрее. И как-то я не сразу её поняла. В общем, через год я вернулась к этому продукту и поняла, что такой нежной мою кожу, такой, как лепесток розы, вот по-другому не скажешь, ничто не делает кожу, как вот эта вот маска-плёнка. То есть после неё эффект просто несколько дней, там 3-5 дней на ощупь кожа вот действительно как лепесток розы. Поэтому прям рекомендую. Линейка отличная. Так, я сейчас с вами поделюсь, да, какими способами можно подготовить свою кожу перед тем, как начать делать макияж. Сейчас мы поговорили о базовом уходе. Естественно, прям, ну, когда вы там, допустим, днём, да, или вечером начинаете делать макияж где-то дома у себя, то, соответственно, вы просто качественно умываетесь, очищаетесь, да, тонизируетесь, дальше используете тоник, какой вам подходит. В компании Atom на самом деле очень много разнообразных линеек. Здесь вы выбираете линейку увлажнения по потребности, вот, тонизируетесь и, соответственно, увлажняетесь, да. То есть если вы делаете макияж как бы после очищения увлажнения, то достаточно просто умыться, протонизироваться, увлажниться и, соответственно, начинать делать макияж. Если же это вот как я, допустим, сейчас умываться я не буду, потому что я не дома. С утра я, естественно, умывалась, но так как я пользуюсь постоянно этой системой, да, в принципе, у меня кожа достаточно в качественном состоянии, вот, и не требует сейчас дополнительного прям какого-то комплекса такого глубинного очищения и увлажнения. В общем, я думала сделать масочку, масочку вот такую вот тканевую, тоже есть в компании Atom, вот такие вот гидрогелевые, тканевые. И, в общем, можно очиститься мицеллярной водой. Есть вот такая вот еще мицеллярная вода, она тут, кстати, сразу с тонизированием идет, вот, и как бы чувства сухости нет после этой мицеллярной воды, мне прям очень она тоже зашла, понравилась. Единственный момент, мицеллярная вода – это не базовое очищение, да, то есть мицеллярная вода – это все-таки у нас такое экспресс очищение, да, вот как сейчас, допустим, я не пойду умываться, да, я могу взять ватный диск и, соответственно, как бы очистить свое лицо, но так как оно у меня чисто и подготовлено, я сейчас этого делать не буду. Здесь вот такая вот помпа, то есть ватным диском вы нажимаете на помпу, и можно вот так вот очиститься, вот. И далее я думала положить себе масочку, но масочку тоже нужно держать хотя бы минут 10-15, тоже мы на это время терять не будем, поэтому я лицо свое очистила. Сейчас я возьму вот такой вот тонер, тонер из линейки гидросияния, то есть я сейчас свое лицо обязательно протонизирую, здесь идет тоник плюс эссенция, то есть я и протонизирую, и увлажню немножечко свое лицо, и мы с вами начнем делать макияж. Так вот так вот кисть я нанесу. В общем, девчонки, залог успешного, красивого, стойкого макияжа – это на самом деле именно подготовка вашей кожи. Так вот так вот мы протонизируемся. Протонизируемся, но думаю, что крем я тоже наносить сейчас не буду, я сразу возьму вот такую вот базу, она у нас идет с SPF, база идет с жемчужной крошкой, очень классная у нее такое сияние свечения, то есть основа под макияж, она нам также будет способствовать более стойкому макияжу, плюс за счет вот этого блика свечение будет подсвечивать нашу кожу вот таким здоровым сиянием, она будет светиться как будто изнутри, из-под тонального средства. Вот так чуть я беру и кистью начинаю распределять. У вас, если есть продукты, которыми я сейчас пользуюсь, да, пробуйте прям, ну, либо аналогичные, да, продукты, то я вам предлагаю прям со мной проделать все эти этапы. Сейчас я посмотрю, ничего вы не пишете, видно нормально. Если вдруг будут зависать или что-то, вы пишите, говорите, потому что на самом деле прям как тяжеловато без обратной связи. Так, нанесли мы базу под макияж, здесь вот 30 защита, я думаю, что вы все знаете, что СПФ защита – это тоже обязательный этап в уходе, то есть неважно, выходите вы на улицу, не выходите, даже дневной свет от окна, да, это уже солнечные лучи, которые разрушают наш коллаген и эластин, поэтому обязательно мы используем средства с СПФ, да, либо это отдельное средство, которое конкретно отвечает за СПФ защиту, либо же это там BB, да, базы под макияж, кушон, в общем, какое-то средство, которое содержит СПФ защиту. Так, смотрите, основной тон я возьму, я очень люблю вот этот вот BB крем, он универсальный по оттенку, да, он подстраивается практически подо все оттенки кожи, за счет того, что у него достаточно легкое, тонкое покрытие, но несмотря на тонкое, легкое покрытие, выравнивает кожу он достаточно хорошо, прям вот хорошо, все какие-то недочетики, изъяны скрывает. Тональное средство, вот BB, да, в данном случае я наношу, друзья, кисти вам не показала, кисти, Аделика, вот такие вот классные кисти, я прям обалдела, когда они мне пришли. Мика, спасибо за подарок, кстати, Мика мне подарила с Володей. Смотрите, здесь вот такие вот есть выемки под пальчики, прям вот очень неожиданно, очень неожиданно приятно, прям кисть очень удобно ложится в руку, очень удобно ей работать, вот, прям получаю удовольствие. Тон я буду, да, основу тональную, да, наносить вот такой вот пушистой кистью, то есть кто-то наносит руками, кто-то наносит спонжем, руками, спонжем, более плотное покрытие получается, кистью более тонкое всегда покрытие будет получаться, более легкое и более равномерно. Мне вот кисти прям очень-очень нравится. Сюда вот мы начинаем. Спасибо. 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 Равномерно прям распределяем. так и смотрите когда мы наносим тональное тональное средство да на свое лицо то есть мы как бы выравниваем его да вот эти вот все синячки которые у нас под глазками да там какая-то какие-то краснинки в уголках носика в общем все это на самом деле мы хотим убрать с помощью тонального средства но природа все не просто так придумала и соответственно все вот эти вот все вот эти вот синячки неровности и так далее это все на самом деле придает объем нашему лицу то есть когда мы наносим тональное средство один тон да мы получается убираем объем своего лица то есть сейчас мы когда нанесли тон да мы убрали у своего лица объем как бы мы его выровняли теперь с помощью декоративной косметики мы будем этот объем нашему лицу возвращать еще такой момент то есть в макияже до основные такие базовые вещи то есть все что нам нужно подсветить да все что вернее все чему нужно придать объем мы это все подсвечиваем да то есть мы эти зоны высветляем все что нам нужно убрать скорректировать да какие-то недочеты овал лица ну и так далее да какие-то моменты все это мы затемняем это мы сейчас будем с вами делать с помощью скульптурирования лица я еще хотела знаете что нанести на центральную зону чтобы подсветить ее чуть-чуть то есть биби он такой как бы в тон лица будет идти а здесь вот вот эту вот часть зону я хотела бы немножечко высветлить высветлить и сделаю я это с помощью кушона кушон вот такой вот с коллагеном него тоже плюс 50 защита он прям классным таким тоже сияющим делает лицо вот такой вот кушон мне очень нравится то есть как самостоятельный тоном для меня он допустим светловат немножко вот но как вот леску скульптурирования до выделить именно ты зону не прям очень нравится смотрите если есть синячки под глазами да то есть есть вот такой вот корректор я не буду на себя наносить потому что мне в принципе ну как бы достаточно вот кушона биби то есть у меня достаточно выравниваются уже все какие-то неровные неровности синички венки и так далее вот а так есть вообще вот в компании да в атоме да сабренд атоме оделика есть вот такие вот специальные корректоры корректоры которые мы также наносим вот сюда вот под глазки то есть вот эти вот участки треугольники под глазами мы высветляем вот то есть дополнительно можно вот сюда вот у нас самый стенячок идет получается вот от этой венки которая вот здесь вот на переносице находится то есть когда мы маскируем то есть мы маскируем не под глазом синяк да маскируем именно вот эту вот венку откуда как бы она начинается вот здесь вот на переносице вы как-нибудь попробуйте именно поставить вот корректором да точечку отсюда и замаскировать и вы сразу увидите что какая-то синева неровность под глазиком сразу ушла то есть это такой лайфхак маскируем и всегда вот здесь вот вот в этой части около глазика прям так дальше мы будем с вами скульптурироваться скульптор вот такой вот есть скульптор выглядит так выглядит то есть он здесь прямо из трех оттенков таких состоит на самом деле вся продукция вот которая компания делике есть до делика достаточно деликатно достаточно деликатно все продукты работают то есть как-то переборщить перетемнить на самом деле очень сложно поэтому это прям продукция разработана для для обычных женщин скажем так для нас да не для каких-то там профессионалов а именно вот для женщин девушек которые могут домашних условиях создать такой вот красивый макияж самостоятельно не бояться что-то перетемнить переборщить и так далее так скульптурирование мы будем делать вот такой вот скошенной кистью вас если есть какие-то вопросы вы задавайте правда у меня здесь потом я наверно вернусь до ко всем вопросам чтобы не отвлекалась если прям что-то быть непонятно то пишите напишите смотрите вот такую вот скошенную кисть она у нас предназначена как раз для скульптурирования овала лица вот таким вот скульптором я буду работать набираем на кисть чтобы нам определить скулу да то есть где нам подчеркнуть вот эту вот зону скулы выделить помним даже ты сейчас мы нашему лицу возвращаем объем сейчас она у нас стала плоским ровным за счет того что мы выровняли его за счет того что мы уже подсветили вот эту вот часть т-зону да то есть я посветлею сюда вот кушон нанесла то есть мы уже за счет этого чуть объема придали дальше нам нужно затемнить определенные части мы обязательно подчеркиваем скулу и проходимся по овал улица корректируем скул мы подчеркиваем смотрите вот здесь вот козелок прямо серединка уха вот отсюда то есть можно не обязательно как-то вытягивать до смотреть где скула то есть если вы будете начинать наносить скульптор вот от середины ушка то есть прямо такую точечку ставите кисть и на начинаете вот так вот вытягивать вытягивать вот сюда как бы сводить на нет и очень очень хорошо растушевывать самая тоже такое вам расскажу чем отличается профессиональный макияж вот непрофессионального данной если простыми словами это как раз вот растушевкой то есть у нас на лице не должно быть ни одной зоны которая четко была бы видна да то есть не должно быть видно что вот в этой части лежит скульптор да вот в этой части лежит хайлайтер там здесь вот лежит кушон здесь корректор то есть все должно настолько плавно перетекать из одного в другое да то есть все максимально максимально сглажено то есть никаких линий разделения да что здесь вот линия хайлайтера здесь линия скульптора быть не должно то есть мы проводим берем от серединки уха тянем суда концу до скулы как бы отсюда по направлению губки получается под косточкой и обязательно растушевываем то есть мы не прямую линию вот так вот тянем а как бы края до обязательно растушевываем заходим вот сюда вот на саму сколу и теперь пройдемся по овал лица вот эти вот косточки обязательно да вот здесь вот мы корректируем овал лица и вот здесь вот тоже если есть вот такие вот залысинки как у меня немножечко здравствуйте то можно вот здесь вот тоже вот эти вот части которые нам нужно убрать визуально мы их затемняем и вот так вот все соединяем по кругу соединяем соединяем смотрите по носику да если есть какие-то особенности в носике да то здесь мы тоже скульптором можем пройти если есть какая-то горбинка до свидания если есть какая-то горбинка что-то что-то перекошено что-то еще как-то то соответственно тонкой кистью либо тоненькую но обычную кисть да вы можете так вот пальчиками зажать пальчиками и сделать вот такие вот линии посередине носика но не посередине с двух сторон двух сторон откорректировать соответственно вот как вы направляющие поставите вот эти вот ровненький так визуально носик ваш и будет смотреться если есть какая-то горбинка то таким образом вы можете ее скорректировать добавлю так далее мы с вами давайте хайлайтер наверное мы потом хайлайтером потом нанесем сейчас мы с вами будем делать бровки сейчас я вам расскажу три основные точки как правильно строить бровь чтобы вы тоже были так смотрите но я не знаю я у себя в маленьком окошке надеюсь что вам немножечко видно да что объем моему лицу вернулся потому что явно после нанесения тонального средства она была достаточно плоским то есть сейчас я подчеркнула скулы объем овал лица также проскульптурировала сейчас бровкам мы с вами переходим смотрите идеальная форма брови проходит через три основные точки первая точка а это уголок носа внутренний уголок глаза вот то есть отсюда ну либо по росту волос да смотрите то есть откуда вот начинаться бровка если вы не трогали начало брови если она вас перещипано то ориентируйтесь на крыло носа да и внутренний уголок глаза то есть максимально вот близко поближе к переносице но здесь опять начало брови у нас максимально должно быть невесомым то есть когда мы подчеркиваем брови депоративной косметикой то есть мы начало брови не рисуем каким-то ярким то есть визуально не должно быть видно что вот здесь начинается моя бровь то есть начало должно быть максимально невесомым вот это очень как бы очень важный момент потому что чем ярче начало тем более агрессивнее более старше выглядит лицо да и вообще если брови достаточно яркие активные то они как правило придают придают возраст вот и такой немножечко злости лицу поэтому мне по душе максимально естественные брови на это уже как бы каждый каждый смотрите и от себя здесь тоже целый курс какими они могут быть начало брови уголок носа внутренний уголок глаза точка b самая наша наивысшая пиковая точка ее можно находить вот таким способом уголок носа внешний середина радужки глаза то есть уголок носа и середина радужки глаза вот так если вы проведете то вот она будет наш пиковая точка можно ее находить еще другим способом то есть кладете любую прямую обязательно такую палочку любую прямую параллельно лобной кости да и височной соответственно вот на стыке где две эти прямые будут пересекаться в этой части у нас находится наивысшая пиковая точка и очень важное правило то есть у нас от точки а до точки б бровка плавно стремится вверх то есть у нас не может и точка а и точка б находиться в одной плоскости обязательно от начала брови до изгиба до бровка плавненько насколько это возможно поднимается вверх если рост волоса так и идет то очень хорошо просто бывают брови когда рост волос идет вниз тогда таким образом нам нужно именно с помощью декоративной косметики самостоятельно корректировать вот этот вот момент и немножечко по коже направлять ее именно вверх чтобы бровка была немножечко такая как бы вздернутая чтобы глазик был приоткрытый и точка c это уголок носа и внешний уголок глазика здесь бровка наша оканчивается это то что касается длины начала пиковая точка и окончание по ширине всегда отталкиваетесь от своей ширины если густота позволяет то соответственно вы всю площадь от всю площадь под волосками до внутри брови именно по коже чуть-чуть добавляете цвета если густота не позволяет то не стремитесь сильно много нарисовать по коже пусть она будет тоньше но все вот это нарисованное да будет прикрыта волосками чтобы это все смотрелось максимально естественно максимально натурально гармонично вот они нарисованы брови на коже так смотрите в компании атоме аделика да есть вот такой вот очень классный карандаш карандаш и бывают в восковые но на восковой основе бывают на пудровой вот потом не он идет на пудровой основе мне это очень нравится потому что очень легко натурально ложится хорошо растушевывается то есть нет такого эффекта вот как я уже сказала нарисованной брови то есть здесь максимально все естественно получается чуть-чуть я дам цвета я прорисовываю девчонки прямо вот кожу под бровью если я иду по своей праве и дау она у меня максимально такая естественная натуральная я все отращиваю вот если вдруг я чуть-чуть переборщила с цветом да то соответственно я могу этот цвет вот так вот счесать вычислить прямо не бояться по по коже то есть чем лучше мы прочешем тем меньше будет цвета то есть я здесь никаких графичных линий себе не делаю потому что бровь мне не не графичная такая максимально воздушная вот а вы уже там как бы отталкивать от своей брови если она у вас но в какой-то четкой датам графики по каким-то четким линиям идет то вы соответственно тогда и прокрашиваете ее по по той форме которая у вас есть единственное соблюдайте вот эти вот важные правила начало брови максимально не яркая прям вот максимально воздушная чтобы не было видно что здесь начинается бровь вот прям максимально оставляйте просто свои волосочки вот от точки а точки б бровка плавно стремится вверх и соответственно от b до c она идет уже вниз но сильно тоже не не заваливайте хвост да то есть направление окончания брови должно идти вот сюда вот как раз вот в козелок уха иначе тоже взгляд такой быть грустный опущенный взгляд то есть старайтесь не заваливать сильно вниз по бровкам подчеркнули бровки про карандаш сказала карандаш действительно классный мне прямо очень понравился мы давайте с вами переходить глаз там на самом деле есть воды лики тоже карандаш для для глаз да они идут что карандаши для бровей в трех разных оттенках что карандаши для глазок есть трех разных оттенков они вот так вот выкручиваются вот то есть точить их не нужно и сейчас мы с вами будем переходить глаз нам что нам нужно для чего нам нужен карандаш то есть нам нужно мне просто реснички немножечко на раньше на поэтому глазик у меня такой ну как бы не совсем белый да если бы он у меня не было вот этих черных ресничек то соответственно когда я нанесла бы тональное средство корректоры да у меня бы ну совсем белый глаз был и соответственно объема у глаза не было совершенно никакого за счет того что есть реснички на из строя немножечко рисовала себе маленькую стрелочку вот то есть объем объема глаза не ушел карандаш нам нужен для того чтобы прорисовать прокрасить ресничный край то есть мы берем карандашик и начинаем прокрашивать по ресничный край прям вот берете и очень хорошо прокрашиваете вот прям слизистую слизистую и внутри ресничек внутри ресничек но я не залезу потому что у меня здесь они как бы наращенный да вот а так вы берете прям свой глазик и по по ресничному краю чтобы вот внутри ресничек все у вас было прокрашена прокрашиваете глазик стрелку прям именно стрелку мы рисовать с вами не будем то есть у нас будет такая растушеванная стрелочка поэтому вы можете прокрасить именно внутри ресничек и чуть-чуть как бы сверху сделает на значит постараюсь чтобы вам видно было этот еще немножко в зеркало смотрю то есть мы прям не стараемся как-то графично четко что-то сделать да просто прокрашиваем даем цвета немножко глазкам именно по ресничному краю здесь вот небольшую стрелочку стрелочку тоже как бы нет каких-то определенных прям стандартов до какой длины должна быть стрелка ширины и так далее да все это тоже такой творческий процесс единственный момент стрелка должна максимально сходить на нет да то есть окончание стрелочки прям должно быть максимально невесомой тоненькой и направление должно вот сюда вот как бы к бровке кончику бровки идти вот то есть я еще немножечко думаю только стрелочку так и пока у нас карандашик не застыл нам нужно его растушевать стрелка у нас будет не графичная я просто беру вот такой вот кисть бочонок тоже из этой же линейки из набора аделика и вот так вот начинаю прям по кончику по краешку тушевать стрел карандаш когда чтобы не было какой-то четкой границы таким вот круговыми движениями просто прям беру и растушевываю границу границ быть не должно так соответственно со вторым глазиком сейчас и нижние века также мы прорисовываем тоже смотрите как бы по слизистой когда прокрашиваем слизистую глазик немножечко сужается да то есть если вам это не нравится вы можете слизистую не прокрашивать делайте вот просто по по ресничному краю по ресничному краю прям по ресничкам я себе слизистую прокрашу потому что мне в принципе не хватает не хватает если они прокрашены то есть глаз более такой глубокий более заполненные если слизистую все-таки прокрашивать и со вторым глазиком сейчас все то же самое проделаем по по ресничному краю внутри ресничек прям до прокрашиваем и соответственно чуть-чуть чуть-чуть поверх ресничек вот от начала и по всему глазику глазику и направляю чуть-чуть стрелочку и нижняя века также кисть и растушевываю важно делать это сразу пока карандаш не успел застыть пока он мягкий податливый и дает себя растушевывать этим расскажу как если что рисовать графичную стрелку до чтобы у вас было немножечко понимание единственное мне нужно наверно сейчас вам нарисовать смотрите просто не на себе года даму сфотографируйте чтобы у вас было понимание как правильно стрелка рисуется так сейчас я попробую изобразить вот это глаз будет это вот глазик видно глаз значит смотрите начинаем мы стрелку всегда рисовать от середины глаза то есть вот отсюда когда глаз закрыт до примерно вот радужку находим до середины глазика и начинаем прям по по ресничному краю по по ресничному краю прокрашивать вот эту вот часть ну прям вдоль ресничек как бы внутри ресничек и вдоль ресничек получается по верхнему веку уже мы прокрашиваем начиная от середины глаза вот от середины зрачка вот сюда вот в конец это внешний уголок глаза то есть от середины и во внешний уголок глаза мы ведем прокрашиваем потом мы делаем направляющую стрелки как я уже сказала то есть мы находим вот смотрим может прямую какую-то положить до от глаза до брови и чтобы стрелочка наша по направлению смотрела брови потом мы делаем вот такую тонкую направляющую то есть мы показываем куда наша стрелка пойдет далее мы начинаем то есть вот это вот часть у нас чуть-чуть не давайте вот так вот да и потом мы вот это вот направляющую сейчас мы нарисуем вот этого часть часть он тогда здесь уже и вот это вот направляющим и получается потом от середины глаза и с этим вот кончиком соединяем то есть вот так вот должна выглядеть стрелка но соответственно вот эту вот всю часть мы заполняем да карандашом вот то есть вот эта вот часть у нас получается вот такой вот да примерно по толщине и здесь от середины глаза во внутренний уголок глаза мы соответственно как бы сходим на нет на нет то есть максимально тонко максимально тонкое у нас завершение должно быть то есть вот так зону 1 2 3 и смотрите это геометрия геометрия стрелки того чтобы нам правильно геометрично выстроить стрелку да мы сначала прорисовываем прорисовываем вот эту вот зону да от середины радужки глаза до окончания века потом мы делаем направляющую стрелки куда пойдет наша стрелка затем мы соединяем от середины от середины глазика до откуда начали рисовать с кончиком наши стрелки с окончанием где она будет заканчиваться всю эту зону да мы прокрашиваем и далее мы завершаем нашу стрелку как бы сводим ее на нет вот сюда вот во внешний уголок глазика вот чтобы она у нас начиналась да и с тоненькой и потихонечку потихонечку так вот перерастала потоньше ну как бы максимальная прямо там старалась изобразить как никогда обычно у меня хуже получается надеюсь что вам понятно так такую стрелку мы четкую графичную как бы рисовать не будем вот мы делаем ее растушеванный такой более воздушный вот то что я вам прорисовала такую стрелку может создавать прям ну такими как бы четкими графичными скажем так так надо потренироваться немножко так рандашиком мы прорисовали глубину глазик немножко придали дальше мы с вами берем тени тени я предлагаю взять есть несколько вариантов я думаю что я возьму такие какие-то пастельные повседневные тона просто потом положу немножечко блесток я возьму такие моделики ну так есть несколько разных полеток таких вот таких вот розовенькая есть в общем на любой цвет вкус и цвет говорится это вы уже выбираете под себя до что хотите помним что макияж это творчество и сегодня мы хотим одно другое отсюда я возьму отсюда я возьму вот блестящий тени мы потом их на серединку глазика положим я беру кисть кисть бочонок такой кисть бочонок и значит мы будем с вами делать 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 макияж глаз до техники с макияж макияж предполагает градиент да то есть это переход от светлого к темному соответственно я выберу три оттенка 3 можно можете из пяти переходить но я думаю что достаточно в три в три уложиться самый светлый я выберу вот этот вот оттеночек второй у меня будет вот этот вот переходный и темный я возьму вот этот то есть вот эти вот три я выберу для сегодняшнего макияжа так набираю на кисть набираю на кисть и прям по всему глазику начинаю начинаю вот так вот на подвижное веко на подвижное веко вот до складочки я заполняю прям вот все пространство по всему глазу буду два глаза одновременно делать вот по всему глазику хотя вот эти вот прям классные блестящие наверное я больше блесток и добавлять не буду накладывайте на подвижное веко так далее беру вот этот потемнее оттенок потемнее оттенок и вот где-то от серединки глаза вот середин радужки глаза начинаю накладывать другой оттенок не вижу видите не видите прям вот потемнее потемнее сразу пошел оттеночек вот так вот я накладываю его и ну вот я думаю что вам видно да то есть такое четкое разделение четкая граница идет от светлого до потемнее сейчас эту границу мы будем с вами растушевывать и до конца глазика получается от середины радужки даже от начала радужки начала накладывать от начала радужки глаза и до конца я теперь наношу вот этот вот оттеночек второй который переходный у нас будет так беру кисть такой вот бочонок и начинаю вот эту вот границу между цветами да да тоже хочу аделику заказывайте смотрите начинаю растушевывать то есть я не буду возить кистью по всему глазу да я буду растушевывать именно четко вот эту вот границу то есть где стык идет двух оттенков да я ставлю кисть и начинаю вот такими вот круговыми движениями прорабатывать именно эту границу надеюсь что вам видно то есть кисель на глазах не разводим нам нужно максимально сгладить вот эту границу чтобы у нас не было такого явного перехода от одного цвета к другому лучше это дело девчонки через зеркало то есть через зеркало всегда очень хорошо видно как бы убрали получилось у вас убрать эту границу или нет потому что если просто зеркало смотреть перед собой то кажется то кажется что все хорошо вот так вот начинаешь как бы издалека да на себя в общем смотреть всегда виден вот так вот как бы переход перехода быть не должно то есть помним что я вам говорила что профессиональный макияж вот непрофессионального отличается как раз качеством растушевки то есть никаких границ на лице у нас быть не должно так сейчас я сразу второй глазик тоже сделаю посмотрите вы можете ориентироваться либо прямо от начала радужки глаза либо просто визуально до поделить если вы берете три оттенка да создаете градиент светлого к темному растягиваете то соответственно ну приблизительно делите свой глаз на три равных части и соответственно начинаете вот таким образом накладывать разные оттенки теней и стыки между этими оттенками вы обязательно аккуратненько растушеваете именно по границе не по всему глазу так сейчас я этот растушую второй и перейдем к темненькому в уголочек глазик вот сюда вот да где стрелочка мы соответственно будем наносить самый темный оттенок самый темный оттенок у меня вот этот вот так вот то есть на третью часть для своего глазика вот сюда вот я уже укладываю самый темненький оттенок но тут тоже вы можете выбирать в зависимости от посадки ваших глазах да то есть вы можете визуально корректировать посадку глаз то есть если у вас допустим кончики глазок смотрят вниз то соответственно мы акцент делаем немножечко вот сюда вот наверх и визуально вытягиваем этот кончик глаза вверх да если у вас допустим близко посаженные глаза да то нам как бы не вверх вот можно тянуть а наоборот немножечко раздвинуть до друг от друга тогда мы как бы акцент основной пигмент да темный вносим вносим вот сюда вот то есть с помощью декоративной косметики мы на самом деле можем корректировать посадку глаз и здесь уже как бы ну от своих особенностей отталкивайтесь главное не усугубить эту особенность поэтому помните если близко посаженные глаза то мы стараемся их раздвинуть если наоборот далеко посаженные глаза то мы еще больше не акцентируем и не вытягиваем да вот сюда вот глазки то есть мы акцент тогда переносим вот сюда вот на серединку больше да глаза как бы сужаем визуально если соответственно вниз опущенные глаза то мы стараемся их приподнять если они так вздернуты то мы еще больше стараемся не поднимать это уже такие как бы особенности если будут какие-то вопросы можете написать в личное в личные сообщения сфотографировать свои глазки я вам подскажу если вдруг что-то будет непонятно так вот смотрите сюда я нанесла уголочек до темненький сейчас мы его будем растушевывать тоже чтобы тоже вот таких вот каких-то границ у нас не было не было границ что у меня вот здесь вот посыпалась до под глазиком это вообще ничего страшного мы потом сейчас все аккуратненько уберем все с ними то есть это естественный процесс этого пугаться не нужно если у вас так происходит то ничего страшного это так и у профессионалов тоже так смотрите и той же кистью бочонку мы теперь растушевываем границу 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 между следующими двумя цветами то есть посередине мы тушуем до стык и соответственно здесь мы сейчас еще будем тушевать границу чтобы у нас не было вот здесь вот до сверху никакой границы здесь мы будем тоже по этой вот границе растушевывать чтобы у нас максимально на нет все сходило насколько поярче или побледнее да вы хотите это тоже вы уже по своим ощущениям смотрите да чтобы вы себя гармонично чувствовали вот сюда вот еще я положила глубины добавил истину все аккуратненько смахнули смахнули можно еще чуть тонн до убрать чтобы прям почище было так и нижнее веко нам нужно тоже обязательно с вами завершить потому что там только карандаш то есть я чуть-чуть вот темных теней тоже туда положу такой как бы завершенность глаза была в общем тушуем тушу и тушу и тушу и вот такой вот один глазик получился сейчас 2 также сделаем жить и кто-нибудь со мной делает макияж девчонки или я одна спасибо потом почитаю ваши комментарии напишите кто не со мной занимается сейчас творчеством накладываем прям вот не бойтесь если видите что прям цвет многие пугаются набирают на кисти прям как бы не бойтесь перетемнить а делика на самом деле очень как я сказала деликатно работает то есть вы обязательно потом все растушуете но да и правило от меньшего к большему тоже не забываем лучше лучше ну не не доложить не доложить потом добавить то есть мы от меньшего по чуть-чуть по чуть-чуть набираем но не бойтесь что это будет как-то прям супер ярко то есть тени очень хорошо растушевываются так что переборщить сильно не получится стык опять и здесь такими круговыми движениями именно по стыку это важно потому что если мы будем по всему глазу вот так это делать то соответственно на глазах будет кисель когда можно было не накладывать по отдельности можно было все вместе смешать и нанести и вот здесь вот границы сейчас я потушу сижу все девчонки выровняю через зеркало тоже прям вот смотрите симметричность глазок очень хорошо видно через зеркало отходите и прям смотрите и понимаете где еще добавить цвета где не добавить границы девочки границы обязательно тушу в отходите в 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 общем, градиент, смотрите, что предполагает техника с макияз, да, это градиент, главный переход от светлого к темному, либо вы можете переходить от внутреннего к внешнему уголку глаза и также параллельно от века, да, от пресничного края вверх. Можете в одном макияже, ну, как бы в одном макияже можете и тот, и тот способ использовать, да, то есть здесь мы сильно как бы вверх не стали тянуть, да, какой-то градиент, но в любом случае у нас он так или иначе пошел, потому что вот по ресничному краю мы карандашик сделали потемнее, я, кстати, темно-коричневый брала, если хотите, поярче, да, макияж, то, соответственно, можно взять черный, вот, он будет такой прям поярче, поярче, вот, я люблю более такие коричневые оттенки и, соответственно, можете в макияже использовать градиент именно от внутреннего к внешнему глазику, да, то есть уголочек мы всегда вот эту вот часть затемняем, придаем ей глубины, вот, вот, если нам нужно глазик вытянуть вверх, то, соответственно, мы идем от ресничного края самая темная часть, потом чуть светлее и, соответственно, туда вот ближе к неподвижному веку уже прям светленькая часть, так, и нижнее веко, сейчас я тоже тушую, прокрашиваю, нижнее веко тоже, девчонки, нужно прям обязательно, потому что глаз тогда будет незавершенный, незавершенный, если только верхнее веко будет, то есть когда мы нижнее веко прокрашиваем, сразу такой более глубокий взгляд у нас становится, поэтому прям не бойтесь, экспериментируйте. Экспериментируйте. Так, кажется мне, что здесь вот света прям побольше. Сейчас чуть растушу я еще. Теперь ставлю поменьше. В общем, через зеркало смотрите свою симметричность глазиков. Сейчас, девчонки, чуть-чуть, чуть-чуть я. Садела просто в шоке, как я уже сказала. Так, сейчас чуть-чуть смахну, уберу. Если прям сильно насыпалось, да, тени насыпались под глазиком, да, то, соответственно, прям не бойтесь, берите мицеллярную воду, спонж, и прям счищайте, и заново наносите тон. Такой момент может быть, если, знаете, блестящие тени, они, как правило, такие блестки прям подосыпаются. Либо, ну, я бы не сказала, что Аделика прям сыпучие тени, они достаточно комфортно ложатся, и причем как бы их можно, ну, по сути, просто кистью смахнуть. Ну, если вы видите, что какая-то грязь образуется, да, когда вы кистью смахиваете, то прям берите спонж с мицеллярной водой и вот эту вот зону прям счищайте, и заново прям, ну, как бы кистью накладываете, да, тон. Так, то, что касается глазок, ну, я вот даже не знаю, стоит еще добавлять сюда, еще, еще блестеть. Мне кажется, и так блестит. В общем, если бы это были не блестящие тени, я бы вот сюда вот на центр глазика еще бы прям приготовила даже, вот хотела вот эти вот наложить Аделика. Вот такая вот палетка очень красивая, новогодняя какая-то. Не знаю, видно вам, как блестят оттеночки. Я прям хотела вот этот вот золотой цвет прям положить. Вот так вот прям можно просто пальчиком. Пальчиком. Это уже, смотрите, как бы на вкус и цвет. Вот. Новый год все-таки, почему бы и нет. Так, дальше мы с вами по скульптурированию. Сейчас мы с вами положим хайлайтер. Хайлайтер мы наносим вот такой вот очень красивый тоже здесь оттеночек. Хайлайтер. Вот он такой какой-то золотистый, с розовинкой. В общем, ну прям он красивый очень у него блик. Хайлайтер мы наносим вот сюда вот под кончик бровки. Сейчас сияю. Под кончик бровки, чтобы визуально приподнять ее. То есть хайлайтером мы подсвечиваем те части, которым хотим придать объем, которых как бы выпуклость, да, им хотим придать. И вот сюда вот на косточку скулы тоже по скуле мы прям растушевываем. Вот эта вот косточка. Чтобы она плавно переходила в наш скульптор, да. Не отдельной частью хайлайтер лежала отдельной скульптор, а прямо вот чтобы границ между ними не было. Здесь также под кончик бровки. То есть вот этот вот уголочек, вот этот вот блик поверх линии румян, это и есть у нас зона для хайлайтера. Эта кисточка, кстати, здесь вот идет прям очень удобненькая. Вот, можем вот так вот по середине носика вот эту вот часть тоже подсветить, придать ей объем. И вот сюда вот по губке вот этот вот бантик чуть-чуть вот только подсветить, тоже будет придавать объем. Девчонки, потом сейчас поотвечаю на вопросы, правда у меня сейчас там, блин, зум, зум еще один. Так, объем вот прям, когда на губке сверху чуть-чуть хайлайтер наносим, и она прям становится сразу объемной, такой подсвеченной. Так, давайте мы с вами сейчас нанесем помаду. Вот я даже не знаю, делать ли мне прям красные яркие губы. Или бальзамчик, может быть, нанести. Давайте в любом случае я вам расскажу про геометрию, да, как нам правильно построить, построить контур, да, контур для нанесения, ну, особенно ярких оттенков, да, то есть это очень важно, чтобы вы знали эту геометрию, а там уже по оттенку тоже вы выбирайте сами. Давайте сделаю вот такой вот яркий, чтобы прям так контрастно показать, показать, как это делается. Так, я буду наносить кистью. Смотрите, нам нужно сначала первую зону, вот этот вот бантик, треугольничек прорисовать. Я вот такую вот галочку делаю, и видно вам. Дальше второй у нас этап, это вот здесь вот. То есть ровно под бантиком, да, у нас есть, если вы посмотрите на свои губки, вот такая вот как бы ровненькая линия. Мы ее... Спасибо. Сейчас я вам покажу. Прокрашиваем, да, аккуратненько вот эту вот зону, то есть вот такой вот бантик как бы у нас получается. по верхней и по нижней губки. И потом нам нужно просто соединить от уголков ротик, да, от уголков губок с вот этими точками. То есть вот мы провели лист, соединили, соответственно, с этой стороны. И вверху тем же способом. От уголка до... Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы уже будем заканчивать, друзья. Сейчас вот прям губки докрасываю. Ну, понятно, да, геометрия губок выстраивается. Сначала мы делаем вот этот бантик вверху, да, и внизу выделяем вот эту центральную часть, эти точки. Все. И дальше вы можете кистью, можете прям, соответственно, кистью, которая идет непосредственно в этой помаде. Она, кстати, достаточно стоп. Ну, как бы аккуратненько заполняем, получается, пространство. Оно. Хорошо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Чуть-чуть мицеллярную воду чуть убираете, где какая-то неровность и берете и, соответственно, аккуратненько выравниваете, подравниваете. То есть ничего здесь критичного, страшного нет, заново стирать прям все и перекрашивать не нужно. То есть любой какой-то недочетик, дефектик мы всегда можем исправить с помощью тонального средства, мицеллярной воды и ровной кисти. И румяна. Чуть-чуть положим румяна, девчонки. Положу такие розовенькие. Наразоваются мне розовенькие. Воделики есть в двух оттенках румяна. Кладем на яблочки. Не на скулы, а вот сюда вот на яблочки. Вот так вот улыбаемся. И вот эти вот выпуклые части. И сюда прям вот так вот румянок кладем. Такая сразу свежесть. Девчонки, что-то мне ясно. Вхожу сейчас в чат. Давайте я еще раз вам себя покажу. Можно еще улажнить, как бы запечатать все. И в принципе вы звезды. Вы готовы. Так, давайте сейчас я в чат посмотрю. И с вами с удовольствием пообщаюсь. Друзья, ну, если какие-то вопросы, задавайте. Да, то сейчас у меня тут еще часов зум. Еще один зум. Вопросы возникают. Я на связи. Пишите, звоните. У Мики, если что, берите контакты. Вот, соответственно, с удовольствием всем все подскажу, помогу, что знаю. Вот, надеюсь, эфир был вам полезен. Аделика, да, внутри. Это саб-бренд внутри компании Atomi. Это линейка, которая выпускает именно декоративную продукцию. Здесь есть практически все, да, и разных вариантов для создания классных макияжев и вечерних. В общем, как бы качество отменное и стоит такое качество дешево. Это точно. То есть для такого качества продукции она действительно стоит очень-очень недорого. Потому что аналогичный товар на рынке стоит прям, ну, за такое качество в разы дешевле. Как минимум в три раза. Это прям точно. Вот, поэтому... Приглядитесь, посмотрите, пробуйте. Я вас поздравляю... Поздравляю... С наступающим Новым годом. И добра в Новом году. Спасибо большое. Спасибо, что были со мной. Спасибо. 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 Продолжение следует...